Сегодня физмат-лицей сразился с Кэплом в соревновании по заполнению налоговой декларации на скорость. Пятиклассникам не удалось побить региональный рекорд, но чемпионы этой игры справились с задачей за 10 минут. Валентина Палкина с подробностями. Заполнить декларацию может даже пятиклассник. Это уже доказали участники предыдущих игр. Соревнования проводятся с 2008 года и опыт кировских налоговиков рекомендован для использования в других регионах. У нас под 90% налогопотельщиков уже самостоятельно заполняют декларации в специальной программке в электронном виде. То есть мы преследуем несколько целей. Во-первых, да, показать, что заполнить декларацию нисколько не сложно, а просто. А также и рассказываем детям, а уже пятый класс, уже достаточно дети воспринимают хорошо информацию, что такое декларация, что такое доходы, вообще, что такое налог на доходы. Помериться силами собрались по семь пар школьников из каждого лицея. Вдвоем заполнить декларацию гораздо быстрее. Один диктует, другой заносит цифры в документ. Пятиклассники выясняют, какую сумму получит Иван Айфонович Серверов в качестве социального налогового вычета. Герой задания потратился на обучение в автошколе и на установку брекетов своему сыну. 9 минут 21 секунда. И Ольга Полозова со своей подругой Ульяной Агибаловой из физико-математического лицея стали чемпионами этой игры. Нам просто это нравится. Интересно. Пригодится в будущем. Просто это увлекательно. О том, что существует такая декларация формы 3НДФЛ, пятиклассники узнали лишь накануне. Перед соревнованиями в лицеях прошли уроки налоговой грамотности. Ученицы Кэпла Анна Шишкина и Софья Никулина стали вторыми. Их результат – 10 минут 8 секунд. Мы дома еще пробовали. Нам дома родители рассказывали, как это делается все, как заполняется. Соревнования между школьниками разных лицеев проводились впервые. Прежде декларации на скорость заполняли также семейные команды, учителя и студенты. Валентина Палкина, Максим Козлов, Вести, Киров.